Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катонь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гусев. Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения увеличил объемы производства. В этом месяце мы производим и отгружаем техники практически на 60-70% больше, чем в прошлом месяце. Инновационный подход к санитарному контролю. В регион поступили тепловизоры нового поколения. Прибор автоматически проверяет температуру у каждого входящего. Врачи Барнаульской городской больницы номер 5 лишены возможности видеться с родными и близкими из-за особенностей режима борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Алтайские производители решили поддержать медиков собственной продукцией. Ряд ведущих алтайских предприятий пищевой промышленности организовали масштабную акцию, в рамках которой еженедельно будут предоставлять лучшие образцы своей продукции врачам городской больницы номер 5. Дело в том, что порядка 100 медицинских специалистов из-за контакта с зараженными коронавирусом не могут каждый день возвращаться домой к своим близким, вынужденно находясь на обсервации. Круглосуточное проживание на территории госпиталя с особым режимом работы – это серьезная физическая и психологическая нагрузка. Поэтому врачам так важна любая поддержка. Мы, конечно, всегда с благодарностью это принимаем, потому что помимо питания, которое, конечно, обеспечивается всем нашим сотрудникам, хочется иногда чего-то дополнительного, каких-то сладостей, побаловать себя, иногда каких-то привычных продуктов, любимых, которые не всегда могут обеспечить питание в столовой. Первое мероприятие в рамках акции прошло 22 апреля. Борцам с коронавирусом передали сыр, кондитерские изделия, хлеб, булочки, колбасу, мясные деликатесы, иммунные сиропы, травяные сборы и мед. В Алтайском крае запустили производство антисептических средств на основе этилового спирта. Новую линию удалось запустить при непосредственной поддержке правительства края. Подробнее расскажет мой коллега Глеб Полянский. Около месяца назад спрос на антисептики для рук в России значительно вырос. Покупатели, обеспокоенные распространением новой коронавирусной инфекции, сметали товар с полок с невероятной скоростью. В основе дезинфицирующих средств традиционно был изопропиловый спирт. Но его единственный производитель, Ворски, не справился с огромным объемом заказов от парфюмерных компаний. Да еще и цена сырья выросла в несколько раз, до 500 рублей за литр. Решение нашли быстро, перейти на этиловый спирт. Но для этого требовалась специальная лицензия. За помощью в ее получении руководство Ренессанс Косметик обратилось к губернатору Виктору Томенко. Надо сейчас упростить систему получения лицензии. Упростить, почему? Потому что если мы пойдем по всем пунктам, значит там получение лицензии 7-8 месяцев. Глава региона тогда пообещал провести соответствующие переговоры с профильными федеральными министерствами и Росалкогольрегулированием. Решить вопрос удалось в кратчайшие сроки. Задача спастись от заразы, обеспечить нормальную жизнь. Со временем это выправится. Поэтому сейчас нужен особый, необычный, назовем его какой-то чрезвычайный режим ввода мощностей, перехода на новое сырье, по сути. Хотя по свойствам это то же самое. Что такое спирт, что такое. Значит, надо быстро это сделать, а потом уже разобраться со всеми налогами и так далее. Так всегда делается в кризисных ситуациях. Благодаря содействию правительства Алтайского края и лично губернатора Виктора Томенко, предприятию «Ренессанс Косметик» в Барнауле удалось получить лицензию на выпуск антисептиков из этилового спирта. Подробнее о новом производстве нам расскажет директор компании Александр Гладышев. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Вот расскажите, сколько бутылочек с антисептиком проходит по этой линии в сутки? По этой линии в сутки проходит 50 тысяч штук бутылочек с антисептиком. Когда производство выйдет на полную мощность, в месяц предприятие сможет выпускать 4,5 миллиона антисептиков, объемом по 100 миллилитров каждый. Это позволит обеспечить продукцией не только торговые сети, но и медучреждения региона. Интересно, что тару и крышки на предприятии производят сами. Это вот финальная форма, да? Да, это готовое изделие. На сегодня, на данном оборудовании, мы имеем возможность производить 50 тысяч бутылок в сутки. Но я знаю, что вы уже заказали специальную пресс-форму, которая позволит, если я не ошибаюсь, втрое увеличить эти объемы. Да, мы заказали пресс-форму на скоростное оборудование, объемы увеличим втрое, будем выдавать 150 тысяч в сутки. За основным сырьем далеко ездить не пришлось. Этиловый спирт закупают у Иткульского спиртзавода, который совсем недавно вновь запустил производство этанола из местного алтайского зерна. Теперь ничто не ограничивает наращивание объемов выпуска востребованных антисептиков. Благодаря правильной организации производственных процессов и логистики удалось значительно снизить отпускную стоимость товара. Сейчас она составляет не более 70 рублей за бутылочку. Нет сомнений в том, что пандемия коронавируса обязательно закончится. Но созданные производственные мощности останутся. И Ренессанс Косметик сможет снабжать жителей не только Алтайского края, но и других регионов России качественными антисептическими средствами, произведенными к тому же полностью из алтайского сырья. Глеб Полянский, Алексей Шаульский. Новости. Алтайская компания начала поставки тепловизоров нового поколения. Техника способна за секунду измерить температуру человеческого тела и даже определить первые признаки наличия в организме опасной инфекции. Инновационный подход к санитарному контролю проверили на себе мои коллеги. В период распространения коронавирусной инфекции и самоизоляции многие непрерывные производства по всей России продолжают свою работу. Как проконтролировать температуру сотрудников на проходной и выявить первые признаки возможной инфекции? Современные тепловизоры предоставляют такую возможность. Прибор автоматически проверяет температуру у каждого входящего. Например, я, судя по показаниям, абсолютно здоров. Такие программно-аппаратные комплексы на рынке Алтайского края представила компания «Галакс», хорошо известная местным клиентам. В составе комплекта тепловизионная камера, температурный калибратор и видеорегистратор. Если температура входящего превысила заранее установленные параметры, раздается звуковой сигнал. А на мониторе рамка вокруг лица становится красной. Погрешность прибора не более 0,2 градуса. Охрана, либо сотрудник, который отвечающий за данную систему, будет видеть в режиме онлайн температуру каждого сотрудника, заходящего через проходную. Такие системы можно устанавливать там, где большое скопление людей. То есть проверяли на том, что где-то 5-6 человек, попадающих в кадр, всех автоматически отслеживают, никого не выпускают и указывают нужную температуру. Тепловизор мобилен. Камеры и датчики можно установить на кронштейнах или передвижных штативах. Так что комплекс подходит для размещения почти в любом помещении. Особенно это актуально для крупных предприятий, где трудятся сотни людей. Оборудование позволит многим производствам продолжать работу в сложный период пандемии, не создавая заторов на входе и не рискуя здоровьем сотрудников. Глеб Поленский, Анатолий Фукс. Новости. Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения этой весной увеличивает объемы производства. В период посевной запрос от аграриев региона на обновление машинного парка неумолимо растет. О том, как работает предприятие, сегодня, в период пандемии, выяснил мой коллега Иван Горбатов. Завод сельскохозяйственного машиностроения в Павловске не останавливается ни на минуту. Работа здесь идет 24 часа в сутки, в три смены. Павловское предприятие производит почвообрабатывающую технику, например, бороны и плуги. В посевную остановить производство не имеют права, говорит технический директор завода Артем Дубро. Мы понимаем, что мы обеспечиваем продовольственную безопасность страны. У нас есть обязательства перед фермерами. Мы не можем их подвести. И поэтому все силы сейчас бросаем на производство. Работа предприятий, производящих сельскохозяйственную технику, разрешена постановлением правительства региона. Естественно, эпидемиологическая ситуация вносит свои коррективы. На заводе в Павловске рабочий день сотрудников начинается с измерения температуры, а одну четвертую персонала перевели на удаленку. При этом объем производства не снижали. Запрос на обновление парка сельхозмашин от агрария региона растет из года в год. В этом месяце мы производим и отгружаем техники практически на 60-70% больше, чем в прошлом месяце. Это очень напряженный режим работы. Конечно, сложно было работать тогда, когда в первую нерабочую неделю остановились практически все наши поставщики. Было сложно, но мы старались справиться. Удержать темпы производства удалось за счет запаса материалов. А сейчас большинство поставщиков возобновили работу. Павловское предприятие реализует продукцию во все регионы России, а также страны ближнего зарубежья и Европы. Сегодня, во время посевной, особенно важно обеспечить фермеров всей необходимой техникой. Естественно, такую крупногабаритную технику перевозят только в разобранном виде. Например, вот эта барана сейчас поедет в Томск. Иван Горбатов, Анатолий Фукс, новости. На этом у меня все. До встречи в эфирах.